О последствиях геноцида крымских татар и как избежать подобного в современном мире. Будем говорить с нашим гостем, доцентом кафедры истории Таврического национального университета Василием Чумаком. Василий Арсеньевич, здравствуйте. В мае 44-го года мы помним эти ужасные дни, когда советская власть фактически силой сгоняла на площади детей, стариков и женщин. И после этого их отправляли в вагонах, товарных вагонах в неизвестном направлении. Сейчас нам кажется, что это ужасный фильм, но на самом деле это наша с вами история, и мы вынуждены о ней вспоминать. Как вы считаете, что тогда на самом деле произошло и почему крымских татар силой выселили с их дома? Я хочу подчеркнуть, что крымские татары считались как в Российской, так и потом в Советской империи вредным народом. И Российская империя проводила политику к уничтожению и выселению, я бы сказал, вышвыриванию крымских татар из Крыма. То есть принуждали их, по сути, к выезду в Турцию, заставляли оставлять Крым. И в Советском Союзе эта политика продолжалась. Сталин имел свои виды на Крым, как важный стратегический перекресток. Василий Арсеньевич, вот если вспоминать прошлое, мы помним, что тогда советская власть обменяла крымских татар якобы в сотрудничестве с немецкими оккупантами. По факту это на самом деле было не так, это был лишь предлог. Безусловно, что это был только предлог, потому что крымские татары принимали активное участие в борьбе против фашистских оккупантов, принимали активное участие в войне против фашизма. Многие из них были награждены орденами и медалями Советского Союза. И в том числе Ахмедхан Султан дважды герой Советского Союза, летчик орденами славы всех степеней. То есть, если считать, сколько крымских татар было награждено относительно количества крымского татарского населения по Союзу, то крымских татар было награждено наибольше. Но в 1944 году крымские татары не единственный народ, которых силой переселили. Мы помним, что тогда такая же участь постигла и чеченцев, и ингушетов. Зачем это нужно было коммунистическому режиму? Коммунистический режим действительно хотел освободиться от непокорных народов, о тех, кто мешал выполнению их стратегических планов мировой революции, для того, чтобы контролировать все и вся, и таким образом себя, так сказать, оградить от возможных эксцессов, которых они тоже боялись. Спустя много лет Украина признала депортацию незаконной, преступной. Два года назад прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения крымских татар. С исторической точки зрения, что это означает для нас с вами и наших будущих потомков? Это означает, что не просто мы осуждаем политически, а ставим это на правовую основу и обвиняем юридически со всеми вытекающими отсюда последствиями, для того, чтобы было неповадно впредь совершать такие акты геноцида, насилия над народами. Василий Арсеньевич, вы к нам пришли не с пустыми руками, я вижу у вас книгу. Расскажите подробнее об этой книге, что это за книга? В руках у меня книга «Украина и Крым. Общность исторической судьбы». Это книга вашего авторства? Да. Эту книгу я написал и выдал в 2013 году. Это результат моей 25-летней работы. Еще со времен, когда я работал в Институте мировой экономики и международных отношений. А если коротко тезис, на что в этой книге главный месседж, который вы посылаете читателю? Главный месседж состоит в том, что украинские и крымские народы, жида рядом, плечо к плечу друг с другом, прошли большой и интересный исторический путь. И были всякие периоды. Были и периоды острых разногласий и конфликтов, но были и периоды дружбы, периоды, когда оба народа шли рука об руку. Ну вот я хочу вам привести такой пример. В Серко, Кошевой Запорожской сечи, получил письмо от Самолео, еще Гетьмана Украины, который пишет, что царское правительство недовольно, что казаки запорожские пускают на свои земли крымских татар и требуют, чтобы их убрали, немедленно освободили запорожские земли от крымских татар. И Серко дает ответ на это письмо. В письме он пишет, что сейчас у крымских татар недород на траву и голод. И мы, живя по-соседски, должны помогать друг другу. И умному это должно быть понятно. Василий Арсеньевич, напоследок я бы хотела вас спросить о следующем. Лично вы верите в то, что Крым в ближайшем будущем вернется в состав Украины? Если да, то когда, по вашим прогнозам, это может произойти? Я думаю, что Крым обязательно вернется в Украину. И я думаю, что это произойдет, на мой взгляд, в ближайшие годы. И Крым будет в составе Украины. И в Крыму, как сегодня сказал наш президент, выступая на торжественном заседании, посвященном депортации крымских татар из Крыма 18 мая 1944 года, что создана рабочая группа для того, чтобы внести в Конституцию определенные поправки и создать официальную крымско-татарскую автономию. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, и чем меньше людей погибнут в результате этой оккупации. Спасибо вам за эту беседу. Я напомню, что нашим гостем был Василий Чумак, доцент кафедры истории Таврического национального университета.